здравствуйте томск клиника санте и уголовное дело врачей которая стоит на месте по 159 также нету никакого ущерба по 238 159 мошенничество 238 оказание услуг несоответствующих правилам безопасности нету до сих пор нормальной экспертизы с чем следствие пойдет в суд непонятно прокурор томской области семенов уходит со своей должности по собственному желанию написал уже заявление об этом мы поговорим чуть попозже а сейчас где важных поправки первое в предыдущем фильме я говорю о том что все это уголовное дело клиники санте это такой заказ такой наезд на депутата государственной думы татьяны татьяну соломатину татьяна соломатина это мать екатерина фельдзингер директор клиники санте который проходит по этому уголовному делу делу врачей и я говорю что уже приходили гонцы которые представились от рената аминова и говори ну просили поди просили предлагали по дешевке купить бизнес нет оказывается не по дешевке предлагали все отдать все или вся семья сядет вот так вот ребята играют по-крупному так сказать так грабить то грабить чушь там мелочиться забирать так все еще и говорю о том что к врачу клиники санте софи мазейной приходил сотрудник фсб кукарцев иван евгеньевич и предлагал за свободу за то чтобы она вышла из сизо дать показания на татьяну соломатину депутата государственной думы он не просто предлагал чтобы было понятно что все расставить все точки надо и он предлагал оговорить вот давайте послушаем алексея бир вино который непосредственно опрашивал софи мазейну 20 июня 2024 года в рамках заключенного соглашения о юридической помощи с бывшим главным врачом о санте обвиняемой мазейной софьи валерьевной мною был осуществлен ее опрос в ходе которого она сообщила о том что в период с декабря 2023 по март 2024 года в сизо 1 города томска ее неоднократно посещали сотрудники у фсб томской области и принуждали ее к даче заведомо ложных показаний в отношении депутата государственной думы российской федерации соломатиной татьяны васильевны такие же пояснения мне давала и другая обвиняемая по этому же уголовному делу моя подзащитная бывший врач-онколог о санте семенова евгения сергеевна настоящим обращением я хотел бы официально обратиться в отдел собственной безопасности у фсб россии по томской области с целью проведения доследственной проверки в отношении сотрудников томского у фсб ведущих оперативное сопровождение по уголовному делу о санте по признакам уголовного преступления предусмотренного статьей 302 уголовного кодекса российской федерации согласно которой принуждение обвиняемого к даче показаний путем применения угроз шантажа и иных незаконных действий строго карается по закону еще такой нюанс про этого сотрудника фсб этот сотрудник фсб как нам рассказали подчиняется октябрьскому есть такой полковник или подполковник у октябрьского есть брат михаил октябрьский который работает в центре медобслуживания мигрантов он директор там работает центр медобслуживания мигрантов на 50 процентов принадлежит екатерине фелезингер а на 50 процентов принадлежит ирине андриановой ирина андрианова это супруга михаила андрианова известного в томске банкира который сейчас, ну, вроде где-то в Германии, в бегах. Вот такая вот штука, вот такой вот круг, представляете? То есть подчиненная Октябрьского, у которого брат работает в подчинении Фельдзингер, вроде как, ну, там они 50 на 50 с Андриановой, а его подчиненные приходят давить на врачей, которые связаны с Фельдзингер. Вот такой вот странный круг. И все-таки кто стоит за этим делом, и все, и цель этого дела. Цель этого дела, скорее всего, не деньги. И деньги так, это такой приятный бонус. Скорее всего, тут сместить депутата Государственного Думы, то есть лишить ее вот этой вот корочки, депутатской корочки. Я сейчас про Татьяну Соломатину. Тут неожиданным образом появляется фигура, или ожидаемым, наоборот, образом появляется фигура Галажинского. Это ректор ТГУ, Томский Государственный Университет. Как мы уже говорили, он хороший и знакомый Алексея Вавилова. Уши Алексея Вавилова в этом деле торчат, ну, и Рената Аминова там, и Алексей Князев, и Максим Левашов. Мы про них рассказывали, что там делает Максим Левашов вот в этой вот компании, которая только вот этой четверкой не ограничивается, там еще есть люди. Мы пока что еще не разобрались, но в этом разберемся. Ректор Галажинский очень интересный персонаж. Нам, наши подписчики, прислали вот такое видео. Давайте посмотрим. Говорят, что вот этот дом, тут их несколько домов, ведь территория, она принадлежит Галажинскому и Алексею Вавилову. А они, как говорят, большие друзья прям с детства. Причем понятно, откуда деньги у Алексея Вавилова. Откуда деньги, мы рассказывали. Какой он бизнес и как ведет. А вот Галажинский, ректор ТГУ, госслужащий, у него-то откуда такие деньги? Если это, конечно, их дом. Говорят, они этот дом продавали друг другу. Ну, может быть, я не знаю, как-то, может быть, следы запутать. В 19-м году это еще принадлежало Томскому району. Видите, на берегу реки вся вот эта вот территория, она, как нам сказали, принадлежит Галажинскому и Вавилову. Или одному из них как-то принадлежит. В общем, это запутанная история. Откуда, если это так, откуда деньги у ректора ТГУ, госслужащего на такие хоромы? Кстати, к вопросу, откуда деньги. Наконец-то кампус, который должны были построить еще в 23-м году или в 24-м закончить, только начнут в 25-м. И там будет один небольшой нюансик. Бюджет этого кампуса, который по последним подсчетам был где-то около 50 миллиардов, его засекретят, его закроют. То есть невозможно будет узнать, какой был изначально бюджет и какой он будет потом. Такое бывает. Знаете, начинаете строить, у вас сначала там 50 миллиардов заложили, а потом этого не хватает, этого не хватает. Тут 100 миллиардов нужно, потом еще нужно доложить 50, потом кто-то куда-то пропали несколько миллиардов, потом кто-то дом еще себе купил. Ну, там бывает, это совпадение. Еще в Томске в этом году обещают закончить проект. Только проект. Мост. Пока еще непонятно, где он будет начинаться. А заканчиваться мост должен на левом берегу, там, где должна была быть левобережная дорога. Мы о ней как-то говорили. Там похоронено 2 миллиарда бюджетных денег. Кто строил Алексей Вавилов? Может быть, его попросить, и он ее достроит за свой счет. Но кто же его попросит-то? Так что придется искать деньги в бюджете. Знаете, в Томске прям какая-то беда с большими проектами. Посмотрите на левобережную дорогу. 2 миллиарда потратили, уголовных дел нету, дороги тоже нету. Кто виноват? Никто не виноват. Студенческий кампус. Вроде уже место нашли. Вроде даже отчитались, что стройка идет. Но там еще конь не валялся. Место это не понравилось. Нашли другое. Чуть подальше. Ну ладно. Ну и там стройка все затягивается, затягивается. Вот, вот уже. Скоро, говорят, начнется. Все утвердили. Ну правда, бюджет там засекретили. Ну ладно, хотя бы начните строить. Вот эти все многомиллиардные проекты в Томске, они как-то все начинаются. На каком-то этапе все начинает тормозить, тормозить, тормозить. Потом обещания, 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 что скоро, 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 скоро. Не уголовных дел, ничего. И где-то вот имя Алексея Вавилова, Рината Аминова, Максим Левашов, Алексей Князев. Это не полный еще список. Это неприкасаемые команды. Сейчас ушел прокурор. В томских СМИ уже появилась информация, ее, правда, потом убрали, что уходит прям настоящий силовик. Такой вот законник такой. Кажется, ради закона, ну, все что угодно сделает. Да, мы рассказывали, как он разговаривал с великой преступницей Софьей Мазейной, это врач клиники Санте, довел ее до слез, чтобы она дала показания. И, как мы предполагаем, оговорила. Не просто дала показания, а оговорила. Татьяну Салматину, депутата Госдумы, что она вышла, Софья Мазейна, из кабинета прокурора со слезами. Вот что, вот офицер так офицер. Вот поговорил так поговорил с преступницей номер один в Томске. Да что там в Томске? В России преступницей номер один. Довел до слез. Умеет. Теперь он может спокойно заняться своим любимым делом, это охота, и не будет ему мешать всякие там эти, ну как они, ну жалобы от этих, от граждан, от граждан, да. Вот эти вот приходят, там что-то просят постоянно, вот этого не будет, все, теперь он там возьмет свое любимое ружье, и жалко, конечно, зверюшек, но людям зато меньше достанется от прокуратуры. Еще до нас доходили слухи по поводу прокурора Семенова, что он очень хорошо дружил с девелоперской компанией CG Group, или CD Group. Она принадлежит Кучеренко Денису и Роману Кучеренко. Они работают по многим городам, в общем, такая большая девелоперская компания, говорят, он очень прям им благоволит. Вот со всех сторон их поддерживает, опекает, чтобы проблем никаких у бизнесменов не было. Вот так вот, кому-то СИЗО, я сейчас про врачей клиники Санте, а кого-то нужно оберегать, наоборот, потому что хорошо застройщики работают, результативно, самое главное. Кто новый придет на место Семенова, пока еще неизвестно, и на чью сторону он встанет, на сторону закона, или, в общем, мы будем следить за ситуацией. Давайте вернемся к клинике Санте, все-таки, кто же за уголовным делом там стоит? Вы знаете, во всей этой истории уши Вавилова, Аминова, Левашова, Князева, они торчат, уже как бы особо даже не скрываясь. Для чего нужен Максим Левашов, непонятно. Какая-то, может, физическая поддержка от кого-то защитить, или наоборот, на кого-то воздействовать физически. То, что приходили люди, то, что говорили, или бизнес, или сидеть, это тоже все неспроста, но это не главная цель. Главная цель лишить депутата Государственной Думы, Татьяну Соломатину, своего места. Выбор в 26-м году Галажинский метит в депутата Государственной Думы. Совпадение это, что вот есть наезд на депутата Татьяну Соломатину, и Галажинский вдруг захотел, друг Вавилова, захотел тоже в депутата пойти. Или это просто совпадение, или это не совпадение. Алексей Вавилов, Ринат Аминов, Максим Левашов, Алексей Князев, вся эта команда неприкасаемых, она так или иначе к этому отношение имеет. Деньги, как я уже сказал, это бонус. Главное, это, конечно же, власть. И мы, конечно, будем следить за запутанной историей, в которой, кажется, все сплелось. И следственные комитеты, прокуратура, и родственные отношения, все-все, и бизнес, и власть. Чем все это продолжится, и как будут развиваться события. Если у вас есть какая-то информация, то пишите нам на сайт. Мы обязательно все проверим, конфиденциальность мы гарантируем. А пока что, до свидания.